Спасибо, друзья. Я до вас добрался и зиму запросил на один день. Вот она пришла, и поэтому все утро и весь день. Все до этого времени я катался на лыжах на трассе Фонтаны. Ну и мы вас все приглашаем на трассе Фонтаны. Не только приниматься внимательно, но и приниматься в полу. Это очень полезно. Да, лучше одновременно, потому что во время лыж очень хорошо решаются задачи. Про них думаешь, они прикидываются, прикидываются, бах, и как бы, о, о, вот это идея, точно. Вот, потом записываешь и, да. Ну а вам, если я желаю, хорошо произведение, созвониться в нашей любимой строительстве науки, математикой. Вам сколько тебе? Спасибо огромное. Так, ну у нас, значит, так как у нас, как я понимаю, здесь не только студенты математического направления Петер Гу, то, соответственно, из этого автоматом следует, что студентам математического направления Петер Гу будет довольно скучно. То есть уровень будет достаточно такой, как бы, ну, популярный. То есть я буду рассказывать про вещи, может быть, не всегда известные, общеизвестные, но я буду рассказывать их медленно. Вот, ну, собственно, это можно назвать так, генетическое введение в арифметику. Введение в арифметику. Вот, ну и вот с моей точки зрения арифметика начинается вот с такой картинки. Вы берете ниточку, на которой через равные промежутки идут 12 узелков. Через равные промежутки, как будто это часы. 12 часов, 1 час, 2, 3, 4 и так далее, да? Вот. И спрашиваете, как с помощью этого прибора замечательного построить или отмерить прямой угол? Кто первый? Поднимите руку, кто первый. Давай. Да. Было сказано египетский треугольник. Так, а, кстати, может быть, есть где-то цветные мелки? В принципе, черный отлично пишет, но если что-то где-то подрисовать надо будет... Ну, ладно, пока работаем одним, если не будет, не будет, а если будет, то, может, кто раздобудет. Обычно, иногда из зала кто-то берет и швыряет меня какой-нибудь цветной фломастер в этом случае. Значит, это у нас... Если я растяну за вот этот, этот и вот этот узелок, да, то у меня получится египетский треугольник, у которого, как известно, прямой угол в наличии. Вот. В единице измерения, которое совпадает расстояние между, по прямой, значит, длине вот этого, расстояние между узелками, у меня получается вот такой треугольник. Ну, а с этого вроде как начинается не арифметика, а строительство, да? А почему же я сказал, что с этого начинается арифметика? А потому что пытливый ум и задолго до египтян, надо сказать, если верить источникам разным, про историю математики, задавался вопросами такого типа. А можно еще представить себе прямоугольный треугольник, у которого, скажем, вот катет от гипотенузы отличается на единицу. И все стороны целые. О, уже один сообщает мне 5, 12, 13. Ну, тут, понятно, будут следующие вопросы, а можно ли представить себе еще несколько, и вообще, как описать все такие. То есть, математический ум, он всегда действует так, он вот, когда какая-то задача решена и понятна, он ее обобщает. Он, как бы, математик так работает, да, он представляет себе задачу, которую, естественно, обобщает предыдущего. Ну, вот там, если мы увидели треугольник 3, 4, 5, то, естественно, обобщением служит вот такое. Найти все тройки такого вида. Но также, естественно, обобщением служит и вот такое. Может ли еще быть какой-нибудь треугольник, у которого катеты на единицу отличаются, и он прямоугольный? Ну, 3, 4, 5, а вот еще, да? Так, хорошо, так, небольшой вопрос для мехматян. А может ли быть прямоугольный треугольник с целыми сторонами, у которого катеты совпадают? Почему? Потому что там вылезает корень из двух, правда? Если эти две стороны целые, то диагональ будет а корней из двух, и целый быть не может, по причине иррациональности корня из двух, что из себя представляет отдельно очень интересный сюжет, да? Ну, в данный момент мы сейчас в эту сторону уходить не будем. Но, значит, раз так нельзя, значит, ну, может быть, как-то можно приблизительно. А кто в зале знает еще какой-нибудь пример, кроме 3, 4, 5, вот такого треугольника прямоугольного? Так не угадать, это нужно знать, ну, наизусть. То есть это вам не 5, 12, 13, да? Там все-таки это достаточно простая конструкция. А здесь конструкция несколько более сложная, общая. Ну, давайте я следующий напишу. Это 20, 21, 29. И более того, я вам хочу сообщить, что таких треугольников тоже бесконечное количество. Но эта задача значительно сложнее вот этой. Вот эта задача, описать все такие треугольники, значительно сложнее, чем задача описать все, у которых катет длинный отличается от гипотенузы на единицу. Давайте опишем вот такую ситуацию. Вот что у нас здесь должно происходить. У нас целое число вот это n, неизвестное мне, в квадрате, прибавить а квадрат, должно быть а плюс 1 квадрат, да? Ну, эту формулу все знают, да? А квадрат... А, я пишу не там или там. Не понял, мы только что писали... А, это камеры кто-то управляет, да? Ура! Молодец! Вот. Плюс 2а плюс 1. И, соответственно, получать, что n квадрат должно быть равно 2а плюс 1, и это единственное условие. Ну, что это за условие? Это подобрать все такие а, что из нечетного числа 2а плюс 1 извлекается корень, да? То есть, ну, значит, что нечетное число является квадратом. Ну, все нечетные квадраты мы можем легко перечислить. 1, 9, 25, 49, 81 и так далее. Ну, и аккуратный анализ вот этой схемы состоит в том, что n квадрат должно быть... Ну, и Денис нас не интересует, понятным причинам. Значит, n квадрат как раз получается между а и а плюс 1, как бы, да, суммой а и а плюс 1. То есть нужно представить каждый этот квадрат как сумму двух соседних. Ну, очевидным образом тут, значит, соответственно, получается здесь 4, 5, и корень из этой девятки это тройка. Тут получается 12, 13, и корень из этого 25 это пятерка. Здесь получается 24, 25, и корень из этой 49, семерка и так далее. Ну, и ясно, в общем, что вот эту задачу мы уже решили. Правда? То есть все такие тройки получаются из обычных, значит, нечетных квадратов. Или как это... была такая история классная. Была история. Вот смотрите, рисуем все квадраты. Между ними каждый раз на два больше, да, расстояния. И это фактически означает, что сумма подряд идущих нечетных чисел в любом месте обрубленная дает квадрат целого числа. Правда? Такое соображение, которое мною было обнаружено в возрасте еще дошкольном. Я поделился с папой, он, значит, нарисовал мне эту картину. Ну, потом я ее включил в книгу, которая называется «Математика для гуманитариев». Может быть, кто-то слышал о такой книге. Она вышла несколько... О-о-о! Спасибо, дорогой товарищ! Ну! Вот это уже... вот это другое дело. Вот. Сможем что-нибудь порисовать в том числе. Вот. И книгу эту я дарил и продолжаю дарить на разных встречах, на которые я прихожу, в том числе с людьми очень далекими от математики, на встрече. И вот один раз один человек, который, там, как говорится, работает в одном зеленом банке на вполне высокой должности, вдруг звонит мне в какое-то непонятное время, типа очень рано утром, и говорит, Алексей, это гениально! Я говорю, что гениально? Сумма подряд нечетных чисел – это всегда квадрат. Я у вас книги вычитал. Все, говорит, это сделало мой день. Я говорю, ну, идите на работу в банк с чистой душой. Да, это действительно вам поможет. Как бы ваше вдохновение, которое это понимание, да, привело к… Может ваше вдохновение превратится в какие-то новые классные продукты вот в этом банке. Вот. В общем, благословил его на подвиги. Вот. Но вот про эту задачу я вам могу сказать, что она достаточно сложная. И если я сегодня ей занимался бы, я бы только ей сегодня бы и занимался. В принципе, мы бы ее решили. Вот. Но давайте я скажу для тех, кто знает математику, что она сводится к уравнению Пелля. Уравнение Пелля. Решение в целых числах вот такого вот уравнения. Опять же, довольно естественный вопрос. Потому что нулю, вот эта разница слева, разность между у квадрат и 2х квадрат, быть равна не может в силу той самой рациональности корня из двух. Правда? Поэтому, если я такое напишу, то всегда будет не ноль. И первый логичный вопрос. Ну а самое ближайшее значение, которое может быть к нулю, да, ведь это же целые числа. Ну ближайшее это 1 или минус 1. И вот возникает вот такое уравнение Пелля, да, давайте попробуем понять. Но вот оказывается, что решения не просто есть, их бесконечное количество, они описываются некоторой процедурой, но это отдельный разговор. Этот разговор имеет прямое отношение к описанию таких треугольников. Но есть также третий вопрос. Как описать все прямоугольные треугольники с целыми сторонами? Ну то есть, иными словами, решить в каком-то общем параметрическом виде, да, это уравнение в целых, ну или в натуральных числах, как вам удобнее, это не важно, понятно, плюс-минус там поставить. Вот. И вот сейчас мы займемся этой первой задачей исторически, это первая задача арифметики. Полное решение излагается в каких-то текстах шумеров, находится. То есть, 4000 лет назад уже эти формулы были известны там в виде каких-то рецептов, типа возьми количество одно и количество другое, перемножь их удвой. Возьми количество первое и возьми квадрат, построенный на нем, и вырежи из него количество второе, тоже взятое в квадрат, да. Ну, в общем, вот такими словами это находится в древнейших книгах, древнейших, эти рецепты. Как их получали, я не знаю совершенно, но мы с вами получим вполне, то есть мы сейчас докажем. Но вот мы сейчас возьмем просто и выведем эту формулу. Так, с этого мы и начнем. Давайте вот здесь, наверное, ее и выводить. Так, поднимите, пожалуйста, руку, кто знает, как выглядит ответ. Ага, сейчас все будете знать. Это задача, которую мы решим, хоть бы мы на нее и пол лекции затратили, потому что эта задача чрезвычайно важна, это начало арифметики. Самая такая естественная задача, которую только можно себе представить. Прямоугольный треугольник с целыми сторонами. Может ли такое быть? Ну, то, что может, мы знаем. Вопрос, как описать все. Так, значит, сейчас я вам изложу два совершенно разных решения, абсолютно на разных идеях основанные. И вы их сравните, эти два разных решения. Первое решение, видимо, Евклидова. Второе решение, видимо, Диафанта Александрийского. Но я здесь не отвечаю за точность. У Диафанта не было геометрии, но были рассуждения, которые точно никак нельзя выдумать, не представляя себе геометрическую картину Декартовых координат. То есть, судя по тому, что я понял, читая книгу Изабеллы Башмаковой «Диафанта. Диафантовое уравнение», про историю его жизни и того, как он работал, мне стало абсолютно ясно, что он пользовался Декартовой системой координат за 14 веков до Декарта. Но при этом все вот эти геометрические мотивы, которые у него в голове были, скрывались им. И в реальности он на бумаге оставлял только алгебру. То есть, он писал какие-то формулы. Но продиктовать эти формулы могла только картинка. Только. Иначе, ну, как бы это просто, ну, нужно считать каким-то божественным прозрением. Но скорее нужно считать, что у него была Декартовая система координат, и все. Мы просто об этом не знаем. И вот что, значит, соответственно, я буду с картинками вот это решение делать. Это геометрическое решение, которое можно считать введением в алгебраическую геометрию, сложнейшую из науки. А здесь будет совершенно арифметическое решение, которое будет основано вот здесь, на основной теореме арифметики. Основная теорема арифметики утверждает, что любое натуральное число обладает единственным разложением в произведении групп простых чисел в степенях различных. То есть мы можем выделить все делители числа n, посмотреть, в какой степени каждый из этих делителей входит, оставить те, которые, ну, понятно, входят в реально положительных степенях, упорядочить их, например, и потребовать, чтобы не было лишних, то есть все альфа, и ты положительный. И вот основная теорема арифметики говорит, что у любого натурального числа имеется и ровно одно разложение такого вида, что на самом деле совершенно не очевидно. То есть вот так вот если подумать, если выбросить как бы из головы все, что вы знаете, то совершенно непонятно, почему там 117 умножить на 19 в кубе умножить на 101 не может быть равно, там, скажем, 83 в четвертый умножить на 13 в пятый. Ну, понятно, да, там подобрал примерно. Это совершенно ни из чего вот так вот визуально, это точно ни из чего не следует. Очевидным это не является. Но это такая достаточно сложная теорема, которую при этом надо знать уже в пятом классе, поэтому как бы математические программы даже в советское время шли на компромисс и доказательства не излагали. А в книгах Киселева, которые используются в царской гимназии, доказательства есть и, видимо, оно, значит, видимо его таким как-то каким-то образом в гимназиях скармливали. Но гимназия это 1% населения был, поэтому ничего удивительного в этом нет. Но, в общем, я до сих пор, вот я не уверен, я для себя не знаю ответ на вопрос, возможно ли поставить такую амбициозную задачу, вот все силы государства потратить на одну задачу, чтобы поголовные все школьники или 90% школьников знали вместе с доказательством основной теоремы арифметики. Представим, что у нас есть неограниченное бесконечное желание, то есть все, что происходит, происходит только в этом направлении. Сможем ли эту задачу решить? Или все-таки она нерешаема в принципе от слова совсем? Ну вот я не знаю, у меня ответа нет. Но я совершенно уверен, что 10% школьников точно могут это освоить. Вот в этом я совершенно убежден. Ну как бы насчет вот уже 50% я не знаю. Но так или иначе, она верна. Мы ее будем использовать без доказательства, иначе я бы затратил на это доказательство более-менее тоже всю лекцию. Я бы вполне с этим справился за это время, но это было бы как бы очень-очень... Мы бы только этим, в общем, и занимались. Ну по крайней мере минут 40 точно этим занимались бы. Так, хорошо, вот у нас есть основная теорема арифметики, и из нее будет что-то там следовать. А здесь будет нарисована картиночка такая. Картиночка вот такая. Это х, это у, это единица, это 0. Точнее 2 нуля, это 1, 0. Это 0, минус 1, например, да? В общем, Декартова система координат. Как записать уравнение этой окружности? х квадрат плюс у квадрат равно 1, правда? Ну, если вдруг кто-то из младших классов, смотрите почему. У нас вот здесь возникает прямоугольный треугольник. Ну, то есть я до этого предполагал, что вы знаете теорему Пифагора, конечно же. Все, да? Понимаете, кто знает теорему Пифагора? Вот, ну вот, да, значит, я ее предполагал, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов кассетов равна квадрату гипотенузы. Ну и в данном случае это как раз и означает, что все точки, у которых сумма квадратов вот этих двух координат, равна одной и той же гипотенузе, вот она, единица, они как раз лежат на окружности, очевидно, да? То есть это следует системе Пифагора. Это я просто небольшой, чтобы детей тоже включить в нашу орбиту. Да? Вот. И я буду этим, значит, фактом пользоваться во втором доказательстве. Я проведу эксперимент, который не проводил еще никогда. Я сейчас буду эти доказательства проводить параллельно, прыгая от одного к другому. Вы, можно сказать, подобные кролики этого процесса. То есть сейчас мы будем переключаться. Вот что мы делаем здесь и что мы делаем здесь. Знаете, почему я хочу это сделать? Потому что и так, когда один раз одним, а другим другим, и получается одно и то же, возникает ощущение какого-то невероятного вселенского чуда. Что они в результате выйдут в одни и те же формулы, да? Вот. Но вот так устроена математика, да? Она вот как бы любое формальное решение правильное все равно даст один и тот же ответ, да? Иначе что за... Ну, если это не так, то это, наверное, философия. Ну, или может быть биология. Я, например, видел задачу по биологии на всеросе. Она выглядит так. Может ли бесконечно долго существовать полностью герметичный водный резервуар с водорослями, рыбами и так далее? Аквариум, короче. Ну, я, конечно, не бум-бум, я профан полный. Ну, я, тем не менее, был разговор с биологом, собственно, знакомым. И говорю, что я не буду решать, я не знаю, ответ-то какой? Ответ какой, да? Ну, я не смогу даже подумать в эту сторону, я ничего не могу здесь сказать. Я думаю, ну, какой-то синтез, наверное, нужен, ну, там, я не знаю. Ну, в общем, что-то. Он говорит, ответ любой. Это совершенно не важно, важно, чтобы школьник его обосновал. Приехали. Ну, математики, слава богу, так не бывает. А может и не, слава богу, кому-то может нравится, что любой ответ верен. Это тоже классно. Знаете, такой есть кубик Рубика белого цвета. Научиться его собирать надо, да? Вот. Ну и вот здесь, здесь еще нужно установить связь вот этих двух уравнений. Ну, наверное, на глаз видно, что они как-то похожи друг на друга, да? Что я должен сделать, чтобы из этого уравнения получить то? Конечно, поделить на c квадрат. Значит, мы получаем, что когда я поделю на c квадрат, то выяснится, что я получил как раз x и y вот здесь, да? Только в каком виде? В рациональном виде, в дробном, да? То есть как дроби. Получается, что если у меня есть какое-то решение этого уравнения в целых числах, то по нему однозначно восстанавливается точечка на окружности с координатами, которые обе являются рациональными числами, дробями. Это в одну сторону. При этом некоторые треугольники дают одну и ту же точку на окружности. Ну, например, 3, 4, 5 даст точку 3, 5, 4, 5, правда? Ну, там формально 4, 3, 5 даст другую точку, но она отличается только симметрией. То есть эту симметрию, конечно, мы понимаем, что присутствует здесь. А 6, 8, 10 какую даст точку на окружности? Ну, ту же самую, да? И вообще, как бы, я тут могу 3n написать, 4n и 5n. И они все будут давать точку одну и ту же. То есть фактически точки на окружности рациональными координатами искать экономнее, их меньше. И при этом информация никак не теряется. Потому что если вы в обратную сторону как бы нашли один какой-то, целый представитель, то все остальные, которые в эту точку скидываются, отличаются домножением на одно и то же число, да? Вот. Ну и, соответственно, скажем, задача поиска всех рациональных точек на окружности, ну, если хотите, вот в этой четверти, там, или даже в одной восьмушке, ну, это все, все, как бы, почти одна и та же задача. Вот задача поиска рациональных точек на окружности, она полностью равносильна задачи поиска троек ABC со взаимно простыми ABC, правда? Чтобы у них не было общего делителя. Ну, то есть, просто в каждом вот этом семействе треугольников, которые повторяют друг друга по форме, которые подобны, да, друг другу, они отличаются только, значит, масштабированием. Мы берем самый маленький. В нем, значит, стороны будут взаимно простые, их больше не на что сократить. Ну, и один момент такой, школьный и арифметики, что взаимная простота трех чисел, которые связаны вот таким уравнением, влечет попарную взаимную простоту каждой пары из чисел. Поднимите руку, кто это понимает? Довольно много рук, но не все. Ну, давайте коротко поясню, простите те, кто понимают. Значит, предположим, что, например, B делится на 7 и C делится на 7. Тогда я А квадрат оставляю слева, а B квадрат переношу направо. И справа возникает число, делящееся на 7, которое равно А квадрат. То есть из этого сразу следует, что А квадрат делится на 7. Но семерка число простое, и поэтому должно входить, если А квадрат делится на 7, то семерка должна входить в разложение А на множители. Иначе в квадрат она тоже не входит. Здесь я пользуюсь основной теориемой аритметики. Внимание. Но как бы, как обычно, незаметно. Очень часто незаметно пользуются основной теориемой аритметики. И тогда, соответственно, все три уже сокращаются на 7. То есть как только у каких-то двух есть общий делитель, сразу видно, что он есть у всех трех. Ну, простой. Ну и тем самым взаимная простота всех трех гарантирует попарную взаимную простоту. То есть разложение на множители чисел А, Б и С вот эти все три разложения состоят из полностью не пересекающихся наборов простых чисел. Это мы еще как бы дальше может как-то воспользуемся в какой-то момент этим. Вот. Ну и вот мы получили уже две совершенно эквивалентные задачи. Давайте так и решать. Будем искать здесь взаимно простые решения вот этого уравнения. а здесь будем искать все рациональные точки окружности. Теперь у нас как бы все гармония задач. Значит, здесь мы сделаем следующее. Пусть у меня есть какая-то рациональная точка. Я через нее проведу прямую, которая пересекает окружность в точке 0, минус 1. Вот такую прямую проведу. Ну, как бы я оставляю интересный нам кусок окружности. Вот этот кусок. Потому что треугольники будут только там. Нам нужны обе положительные координаты. Вот. И тогда все такие прямые будут иметь наклоны, наклоны, наклон от 1 до плюс бесконечности не включительно. Вертикальную прямую мы не включаем. Ну, она и так понятно, в какой точке пересечет. Но там треугольника нет. Вот. Соответственно, вот у меня получается а что такое наклон, да? Какое уравнение у вот такой наклонной прямой? Как оно может быть записано? Кто мне скажет с места? y равно kx плюс b, да? А кто мне уточнит, чему равно b сразу? Минус 1, конечно, потому что мы потребовали, что она проходит через точку 0 минус 1. Потребовали этого. Поэтому при подстановке мы получаем, что b равно минус 1. А вот k уже, ну, как бы в зависимости от того, куда стреляю, да? Я могу стрелять в разные точки. Скажем, здесь я, может, стрельнул в точку 5, 5, 13, 12, 13, а потом сюда, там, стрельнул в точку 4, 3, 4, 5, 3, 5. Ну, в общем, куда стреляю, такой, там, будет какой-то коэффициент как-то зависящий от того, куда я стреляю. Вот. То есть здесь вот будет такая, здесь будет такой пучок прямых, которые проходят через одну и ту же точку 0 минус 1 и выстреливают выстреливают в четверть окружности, лежащую в положительном этом самом квадранте. Выговорил. А здесь, а здесь следующий шаг состоит в исследовании четности и нечетности чисел А, Б, С, что совершенно никакому шагу здесь не соответствует. Смотрите, мы сейчас будут вот доказательства, будет перекличка доказательств. Никаких общих моментов нет, кроме первого, что мы договорились тут искать взаимопростые, а там искать рациональные точки окружности. И поняли, что это одна и та же задача. Но дальше мы справа решаем одним способом, слева другим. Давайте выясним, если А, Б, С, взаимопростые, значит, попарно-взаимопростые в совокупности, неважно, ну попарно-взаимопростые в результате, да, то какие варианты есть для четности и нечетности этих трех чисел? Может ли быть два четных и одну нечетную? Нет, те два они взаимопростые, да, они делятся на два. Значит, соответственно, четных не больше одного. Может ли четных вообще не быть? Почему? Нечетные, если слева два нечетных, то сумма их, извините, уж четная, как ни крути, да? Вот, значит, соответственно, мы выяснили, что меньше одного четного быть не может и больше одного четного быть не может. Значит, четное одно. Так вот, дополнительное утверждение здесь состоит в том, что С нечетно. А вот из А и В одно четное, одно нечетное. То есть, утверждается немножко больше, чем то, что четное число средних одно. утверждается, что С абсолютно точно нечетно. То есть, ни одной несократимой пифагоровой тройки, это пифагоровой тройки называется, да, решение, это уравнение, ни одной несократимой с четным числом здесь не может быть. Еще один контроль аудитории. Поднимите руку тех, кто могут это объяснить. Объясняй. Нет, одно из А из А и В, да, одно четное, ну, если это, если С, а вот почему не могут быть объясняй? То есть, нам нужно доказать, что вот нечетное здесь нечетных два и четное одно. Вот нужно доказать, что С, по крайней мере, уж во всяком случае будет точно нечетным. Ну, так как я сказал. А если А и В оба четные, квадратии они будут четные числа, мы их сложим? Нет, если оба четные, то мы отмяли, потому что они невзаимно простые. А если оба нечетные, то что? Если оба нечетные, снова мы берем квадрат, у нас снова получится четные числа, и снова получится четные. Квадрат нечетного четный? Так, виноват. Следующий кто? Квадрат нечетного нечетный. Нечетный. А, да, и чему это противоречит? Так, кто знает, кто может сказать? Давай. сумма нечетные числа будет по отрицей равна 2, а это квадрат? Да. Вот. Значит, тут немножко более тонкое соображение, чем просто что-то нечет. Называется остатки отделения на 4. Есть такое наблюдение, что четные числа в квадрате дают остаток 0 при делении на 4. Не правда ли? очевидно, да? А нечетные числа, возведенные в квадрат по известной формуле, какой остаток при делении на 4 дают? 1. То есть остатков 2 и 3 при делении на 4 не может давать квадрат никакого целого числа. Но если бы а и б были оба нечетные, тогда как остатки отделения на 4 это были бы единицы в обоих случаях, а сумма была бы двойкой. Двойкой. А двойка как остаток отделения на 4 не может быть ни у четного, ни у нечетного квадрата. Ну а справа по условию стоит тоже квадрат. То есть поэтому невозможна ситуация, что c четно, потому что тогда квадрат этого четного числа дает остаток 2 при делении на 4, что ничего не бывает. соответственно c нечетно и мы это строго показали. Ну а и b могут, понятно, здесь никак ты не выберешь, потому что а и b можно поменять местами. Наоборот, можно просто договориться, например, что а является числом четным, тогда b нечетным. если нет, то просто поменяем их. Ну, давайте договоримся, что отчетно и запишем в таком виде. Давайте а запишем, как 2 умножить на а с волной. Вот, и оно, значит, соответственно, у нас в квадрате прибавить b квадрат равно c квадрат и у нас вот это два нечетных числа. дальше я расписываю 4а с волной квадрат равно c квадрат минус b квадрат. А что такое c квадрат минус b квадрат? Я бы мог спросить школьников примерно пятого класса, да, для проверки того, учили ли это в школе, да. c минус b умножить на c плюс b, правда? Так, а c и b у нас нечетные. Разность нечетных четная или нечетная? Четная. А сумма тоже четная. Значит, обе эти разности делятся на 2. Давайте вот эту четверку между ними поровну по-братски разделим и напишем, что а в квадрате равно произведению вот таких двух замечу целых чисел. Употреблю математический термин. принадлежит z значит целая. То есть у меня есть у меня есть вот такое наблюдение, что квадрат половины катета четного равен произведению двух целых чисел c минус b по полам а c плюс b по полам. Готово, да? Хорошо. А здесь как мы продолжаем? А здесь мы делаем утверждение. Если x, y дробные, то есть рациональные, да, дробные оба, оба дробные, то k тоже дробь. то есть если я провел прямую через точку 0 минус 1 и точку с координатами, которые в обе дроби, то наклон у нее тоже будет рациональным числом. Так, очевидно ли это? Ну, для того, чтобы это понять, надо просто вспомнить, что такое наклон. но это тангенс вот этого угла, да? Отношение просто вот этой вот длины, к вот этой длине. Вот это как через y записать? y плюс 1. А вот это как записать? Просто x. И получается вот такое у меня отношение. Ну, если y и x будут дробями, то, естественно, тоже получатся дроби. Потому что дроби можно складывать, делить, вычитать, умножать. Что хотите делать и с дробями? Они остаются дробями. Это принцип, который называется дроби образуют поле. Рациональные числа образуют поле. Но это для как бы студентов замечания. А школьники просто должны понимать, что с дробями можно делать любые арифметические операции, не выходя за предел области дробей. Всегда будут получаться дроби. Соответственно, вот верное утверждение, что если я провел прямую через точку 0-1 и какую-то точку с рациональными координатами на этом участке окружности, то k, участвующая в записи прямой, будет тоже рациональным числом. То есть, иными словами, вот это уравнение прямой будет иметь рациональные коэффициенты. теорема обратное утверждение тоже верно. Обратное верно. Если k это дробь, например, m разделить на n, то x и y будут рациональны вот той точке, которую мы получим. Рациональны. Оба. Оба будут рациональны. То есть, если я написал какое угодно уравнение, вот так вот, тыдыщ, написал уравнение, ну, например, y равно 117 x минус 1. Да? Выбрал любое рациональное число и поставил вместо k. Написал это уравнение, нашел в какой точке пересекается оно с окружностью и утверждаю, что обе координаты будут рациональными числами. Вы понимаете, что на самом деле после этого правое уже решено. То есть, мы получили параметризацию нужную. Мы берем любые два натуральных числа, из которых верхняя больше нижнего. Ну, взаимно простые, чтобы зачем иначе как бы это самое вот, таскать какой-то коэффициент. Несократимая дробь. Подставляем вместо k в это уравнение и получаем, что у нас будет. И это будут дроби, которые нам и дадут вожделенную рациональную точку. Ну, чтобы это доказательство довести до ума, нужно просто теперь решить соответствующую систему и просто, ну, как бы доказав это утверждение, мы получим явный вид x и y. И все. Это и будут формулы. То есть, здесь остался, в общем-то, последний, достаточно технический шаг. Решить систему двух уравнений, из которых одно это уравнение прямое, а другое это уравнение окружности. Уравнение прямое пересекает уравнение окружности. вы в школе, наверное, тысячу раз решали, правда? А девушки, которых я на лужне встретил, пришли или нет? Ага, но не все, да? А, все? О, здорово. Вот, вы же решаете, да, такие задачи со школьниками, решаете, да, прямое пересекает окружность, надо вычислить. Ну, вот здесь, значит, просто решишь и все готово. А здесь, что делать? Здесь как-то пока не просматривается, что делать с этим уравнением. Давайте с ним немножко повозимся. Давайте с ним немножко повозимся, а потом уже снова вернемся к геометрии. Так, отлично. Все стираю вообще отсюда. Какие хорошие тряпка имел и доска. Вот это вот инновационная доска по-настоящему. Инновационная в том смысле, что хорошо сделано на совесть. Мел пишет и стирается легко. Правда? Вот инновационные доски. Дешево, сердито, очень удобно в работе. Так, ну ладно, это так. Это немножко в сторону. Да, мысли в сторону. Продолжение нашего разговора на лыжне. Так, ну что же, у нас есть некоторый квадрат, который равен некоторому произведению. Я делаю утверждение. Наибольший общий делитель c минус b пополам и c плюс b пополам. Как вы думаете, чему равен? Да, единицы. То есть они взаимно просты. Я утверждаю, что справа стоит произведение двух взаимно простых чисел. Давайте прежде всего это докажем. Как мы будем это доказывать? Как часто в школе доказывают? От противного, конечно. От противного. Я когда учился в школе, ой, я по-моему в этой аудитории уже это говорил. Это баян. Я каждый, ну ладно, кто-то же первый раз на моей лекции. Кто был на предыдущих в Петрозаводске? Хоть на одной. Ну, простите, сейчас будет повтор баяна. Когда я учился в школе в пятом классе или в шестом, мне немножко было скучно на уроках математики. Я еще тогда не был в матшколе. Потом уже скучно не было, когда я перешел в матшколу. Но тогда было скучно. Я развлекался. Как только доказательство называлось от противного, я тут же говорю от отвратительного. Так, с ватей в молчи. На следующий день я говорю от омерзительного. И так я перебирал вот эти вот замены, синонимы, пока меня не выгоняли из класса просто. И вот у меня был целый набор синонимов вот этого от против доказательства. А чего именно? Вот можете тоже пособирать такая лингвистическая задача. От отвратительного, от омерзительного, от гадостного, и так далее. Ну, в общем, доказательства от противоположного на самом деле, фактически. Если нот, если нот не равен единице, то, ну, то есть общий делитель, да, то тогда то d больше единицы, общий делитель, он существует. Есть какой-то общий делитель. Так, ну, давайте так и запишем, что c минус b пополам делится на d, а c плюс b пополам вот тоже делится на d. Так, какие будут предложения, как дальше проводить рассуждения? Есть идеи? Проще. Молодец. Давайте вычтем вот из этого и это. Разность чисел, которые делятся на d, делятся на d, правда? А чему равна разность вот этого и этого чисел? В уме? Нет, не нулю. b! c сократилась, а b и не подумала сократиться. Наоборот, две половинки b сложились в целое b. И это целое b делится на d. Но еще и сумма тоже должна делиться, правда? Ведь если два числа делится на d, то их сумма тоже делится на d. Чему равна сумма этих чисел? c. Противоречие. Противоречие, потому что мы, как договорились, ищем взаимно простые тройки, в которых ни у какой пары нет общих делителей. А мы установили, что, значит, что, как бы, если у этих было, то и у этих будет. Вот. Значит, соответственно, все мы знаем про это. Все мы про это знаем, что эти два числа взаимно просты. Так, значит, теперь я прошу всех максимально сосредоточиться. Возможно, сейчас будет самый сложный момент сегодняшней лекции. Мы сейчас из этого выведем очень далеко идущий факт. Этот далеко идущий факт называется осота. осота это основное следствие из основной теоремы арифметики. Осота утверждает, что если много чисел, несколько чисел, сколько хотите, попарно взаимно простые, и при этом их произведение равно к той степени, нет, тут надо сказать, что-нибудь другое, S, S уже было, T, в к той, к той степени какого-то натурального, все эти числа натуральные, вот, то для любого I, RI является к той степенью какого-то числа. Это исключительно сильное следствие. Это следствие ответственно за половину всех диафантовых уравнений с успешным их решением. Буквально, может быть, даже больше. То есть это такой наиболее успешный, очень глубокий трюк, связанный с решением диафантовых уравнений. Часто ее применяют для студентов в других кольцах. Есть целые числа, есть более общие системы числовые, называются кольца. И вот она, значит, где-то верна, где-то не верна, и вот там, где она верна, основная теорема аритметики, там всегда верно и основное следствие из основной теорема аритметики. И там всегда верно, что, ну там с некоторыми небольшими уточнениями в других системах, но в натуральных числах прямо напрямую верно, что если произведение попарно взаимопростых нескольких чисел равно катой степени какого-то числа, то каждая из них это полная катая степень. Сейчас я это докажу. Давайте я это докажу. Вот в общем виде, потому что мало ли где вы еще захотите ее применить. Вдруг вы после моей лекции я на поезд, а вы вдруг домой и какой-нибудь, знаете, в такой выдержимости начнете решать все подряд диафонты уравнений, которые будете находить на своем пути там в интернете или где, да? И в половине случаев вам надо будет воспользоваться вот этим следствием. Поэтому давайте проведем в общем виде. Кстати, великая теорема фирма примерно равно 3 таким образом решается, ну так, с очень большим количеством дополнительной работы, но тем не менее ключевой ход именно такой. Итак, смотрите, что такое Т? Согласно основной теореме арифметики это какой-то там, вот такое разложение, правда? И оно, значит, у числа Т единственное. Тогда Т в К, скажите, пожалуйста, как записать? Все степени умножаем на К. И вообще с помощью основной теоремы арифметики можно сформулировать совершенно такое понятное утверждение, что натуральное число является К, то есть степенью тогда и только тогда, когда в его каноническом разложении, согласно основной теоремы арифметики, на группы простых, каждое простое входит в степени кратной числу К. в одну и в другую сторону, и в одну, и в другую, в другую, потому что просто поделил на К и получил тот самый корень в катой степени. Вот, то есть это просто то же самое, что скажешь, это катая степень. А теперь смотрите, вот сейчас, сейчас самое главное, внимание, все, все, внимание сюда. вот Ку-1, вот этот Т в катой, это же у меня и Р1 умножить на Р2 умножить так далее на РС. Из-за основной теоремы арифметики, если я как-то разложу эти Рки и потом перемножу, должно быть то же самое разложение, правда? Давайте посмотрим на Ку-1. Какое-то из них должно на него делиться, правильно? А могут два делиться на него? Они взаимопросто все, попарно между собой. То есть, если, например, и Р1 делится на Ку-1, то Р2 уже вообще никак не может делиться на Ку-1, иначе это противоречит с основной простотой. Р3 не может. И так далее, да? Тогда, извините меня, это означает, что вся эта группа должна входить в Р1, в разложение. Разложение это в итоге одно и то же. И так как Ку-1 не встретилась нигде правее Р1, значит, вся эта группа целиком лежит ровно в Р1. И ровно в этой степени, потому что более старший не может опять же со основной теремоаритметики, иначе слева будет слишком мало ее. То есть, вот эта группа вся входит в Р1. А следующая группа, ну, я не могу утверждать, что она входит в Р2 или в Р3, но опять можно утверждать, что она входит в какой-то из них целиком, может даже в Р1 входит целиком, все, может быть, может, Р1 там, не жадно ли тебе? Да нет, типа не жирно будет, еще и это возьмет группа. Но целиком опять, целиком, да? То есть, каждая группа, каждая группа, согласно основной теории арифметики, целиком входит в один из Р. И опять, согласно основной теории арифметики, слева ничего, кроме этих групп, быть не может. Поэтому мы получили, что каждая Р, каждая из Р обладает этой характеристикой, что все простые входят в степенях кратных К, а значит, из них развлекаются К-тые степени. Все. Ребята, это Евклид, как говорится, это база, да? Это база, потому что это придумал Евклид. Никто не будет, да? Две с половиной тысячи лет назад, вот мы тут сидим в 21 веке, и с трудом, может быть, где-то понимаем, а это выдумал Евклид две с половиной тысячи лет назад, да? До Рождества Христова, представляете? За 500 лет. Вот так. Ну и что мы теперь можем сказать из этого? Применяя основное следствие из одной теремии аритметики, мы делаем вывод, какой? Какой? Из каждого из них извлекается квадрат нацело. давайте так и напишем, что С плюс Б пополам равно какому-то М в квадрате, а С минус Б пополам равно Н в квадрате. И опять бросим их и перейдем сюда. Хорошо? Мы здесь должны решить вот это уравнение, давайте его решим. Ну что тут решать? Подставил и решил, да? Все. Давайте подставим. Уравнение прямой, уравнение окружности. Абсолютно школьная задача. Любой школьник, кто планирует хоть куда-то вообще поступить, должен с ней справиться. Так. Как раскладывает? Диктуйте хором. Точно. Плюс один равно один. Так. Плюс один равно один. Значит равно нулю, да? Точно? Нулю. Если это равно нулю, значит вот это равно этому можно ну как бы можно упростить здесь все вот так. Так. Дальше что я сделаю? Я сокращу на х. А почему? Почему вообще я могу здесь сократить на х? х не равен нулю, потому что я имею в виду вот этот х, а не тот, с которого мы здесь стартовали. Вот почему. То есть ясно, что х равно нулю подходит здесь по той очевидной причине, что эта прямая проходит еще и через точку ноль минус один. А там как раз х равен нулю, да? Но меня-то интересует не эта точка, которую я и так уже знаю, а вот та. А для нее х ясно, что не равен нулю, поэтому можно сократить. И у меня получается линейное уравнение на х. х за скобку тут 1 плюс k квадрат равно 2k, правда? 2k. Итого х равно 2k делить на k квадрат плюс 1. А у чему равен? Ну, надо подставить найденный х. Подставляем будет, кто в уме хорошо считает, продиктуйте. Ну, считает в буквах. k квадрат минус 1 делить на k квадрат плюс 1, правда? Так, прекрасно. Давайте я теперь значит запишу, что мы получили. x и y это были, как вы помните, а деленный на c и b деленный на c, правда? И у меня получилось 2k на k квадрат плюс 1 и k квадрат минус 1 делить на k квадрат плюс 1. И осталось лишь вычислить это с использованием k. k у нас произвольное рациональное число. Получилось у меня вот такие выражения получились из четырехэтажных дробей. А выражения из четырехэтажных дробей превращаются в обычные дроби путем умножения на ну например на n квадрат в этом случае. И продиктуйте мне пожалуйста чему в результате равны a делить на c и b делить на c через m и n. Диктуйте. Двухэтажную дробь. 2 m n отлично. А низ m квадрат минус n квадрат на m квадрат плюс n квадрат. Не правда ли? Правильно все? Так. И это дал нам диафан. А что же нам дал эвклид? Вспомните, что c это сумма вот таких двух дробей, а b это их разность. Правда? c сумма, а b разность. c равно m квадрат плюс n квадрат, а b равно m квадрат минус n квадрат. осталось понять, чему равно а. Но раз вот это n квадрат, а это m квадрат, то у меня а с волной в квадрате это m квадрат на n квадрат. Так как они все положительные, то это значит, что а с волной равно mn. А чем а отличалось от а с волной, кто помнит? на двойку. Значит, а равно 2 mn. А теперь сравните эти формулы. Все, приехали. Формулы совпадают. евклид, поделенный на c, дает диафанта. Итого, это вот ровно то, что написано во всех трудах. Это знаменитые формулы. Они почему-то носят название формулы индусов. Видимо, потому что наиболее подтвержденно это то, что в древней Индии они были в каких-то трактатах. Но я говорю, что в книгах по истории математики говорят, что у шумеров еще они используются. Вот. Вот это формулы. То есть ответ на вопрос о прямоугольных треугольниках с целыми сторонами. Рассмотрим любые mn и тогда это будет треугольник с целыми сторонами. Обратное, если есть треугольник с целыми сторонами взаимно простыми, то существуют такие m и n, что стороны задаются этими формулами. То есть в одну и в другую сторону. Ну, как бы, если вы хотите не только взаимно простые, просто умножьте это на k, это на k, это на k, ну, то есть, как бы, растяните в k раз любое. но если решать такую содержательную задачу. Но про взаимно простые еще надо проследить, чтобы m и n взяты были такие, что получатся взаимно простые. Я не буду вдаваться в детали, это несложно проверить, что m и n для этого должны быть взаимно простыми и разной четности. То есть два нечетных не подойдут, там все сократится на два. Но при некоторых других m и n уже взаимно простых и разной четности получится та тройка, которая сократится на два. То есть чтобы описать все тройки, достаточно перебрать m и n взаимно простые и разной четности, и это даст все взаимно простые решения уравнения a2 плюс b2 равно c2. То есть описание всех прямоугольных треугольников с целыми сторонами. Ну и тут что надо понять? Тут надо понять, что если эти формулы например вам принесли в клюве какие-то инопланетяне то проверить их вам не сложно. Вы проверили просто с помощью символьной алгебры. Квадрат этого числа прибавить квадрат этого числа будет в точности равен квадрату этого числа. Там вылезает в одном случае минус 2m квадрат n квадрат в другом плюс 2m квадрат n квадрат и эти минусы плюс отличаются на 4m квадрат n квадрат то есть как раз на квадрат вот этого нижнего числа. Но это не доказательство это не вывод формулы это воспользовались формулой и проверили ее а доказать что никаких других треугольников нету это вот для этого нужно делать довольно длинную такую как бы довольно долгую работу. Так отлично сильно сложного больше не будет не переживайте остальное будет истории математики с этого момента истории арифметики сколько сейчас время и до скольки вас можно мучить еще минут 40 вполне с моей позиции надо только успеть на 22.00 в Москву ну там потом еще наверное фоткаться будем то все да общаться вот поэтому я думаю что все-таки где-то до сейчас сколько времени вы сказали 19.40 ну где-то до начала 9.00 примерно там мы поработаем потом начнутся вопросы ответы потом там всякие дела может до 20 минут 9.00 так давайте сейчас поработаем потому что дальше было все очень интересно дальше было все очень любопытно как я уже говорил математики мыслят так они если что решено и понятно обобщают задачу и начинают ее решать один из самых ярких и талантливых математиков Пьер Фирма так и поступил с уравнением Диафанта оно было ему просто и понятно и он его решил немножко обобщить понимаете обобщить значит пока я стираю Диафанта до Фирма прошло те самые 14 веков в это время Диафант оставивший 13 книг по арифметике 13 томов он значит прожил огромную очень длинную жизнь плодотворнейшую жизнь и самая великая трагедия всей истории науки вообще за все времена цивилизации вообще которые существовали это пожар в Александрийской библиотеке 8 века который у нас отнял 7 из этих томов до нас дошло только 6 и что называется одному богу известно что было оставшихся 7 возможно все что мы сегодня знаем еще сильно больше то есть это понять совершенно сейчас уже нельзя по крайней мере я вам могу сказать совершенно точно что биткоин выдумал диафант Александрийский потому что именно он первый изучал вот такие уравнения и придумал метод сложения точек на эллиптических кривых и соответственно как бы все схемы шифрования которые вы сегодня знаете придумал диафант Александрийский по сути но не придумал а создал для этого математический фундамент придумали естественно потом на этом фундаменте то есть как бы значение этого ученого вообще невозможно никак переоценить оно оно тотально и при этом до нас только 6 книг дошло ой да 6 и так вот спустя 14 веков переиздание диафанта попало в руки одного замечательного казначея в городе Тулуза приближенного ко двору его звали Пьер Фирма помимо того что он был казначей он еще очень любил арифметику и по совместительству был самым крутым математиком того времени представьте сегодня например там ну я не знаю кто там кто у нас Герман Греф Вера Набиулина да какие такие имена да там Миша Устин вот по совместительству самый великий математик там например планеты ну и не только у нас зачем в Америке возьмите те же там я просто никого не знаю вот то есть как бы человек на каких-то первых ролях какой-то одной из самых там разных стран и по совместительству самый великий математик да там Перельман приглашен на должность министра финансов России да ну в общем я сейчас буду фантазировать долго но суть в том что вот во Франции 17 века это было абсолютно нормально Пьер Фирма был одновременно ведущим казначеем страны и величайшим математикам того времени ну и в свободное от работы время почему-то у него оно было свободно от работы довольно часто у сегодняшних казначеев трудно опять же это представить он писал писал письма друзьям там в 1640 году он написал письмо своему другу на Рождество ты знаешь я обнаружил невероятный факт любое простое число дающее остаток 1 определение на 4 представляется в виде суммы двух квадратов а сможешь ли ты доказать этот факт ну и вот так вот в этой переписке так родилась рождественская теорема фирма в этой переписке да он придумал малую теорему фирма ну конечно наиболее известна великая теорема фирма и так чтобы не смущать биткоин мы убираем вот и фирма детально изучал труды диафанта и писал на полях свои замечания и вот что он написал в том месте где выписаны вот эти формулы где выведена общая значит общая полная характеристика всех пифагоровых троек он пишет по латыни куб не есть сумма двух кубов в то же время пишет куб не есть сумма двух кубов четвертая степень биквадратус биквадратум или как там это называется на латинском не есть сумма двух четвертых степеней и вообще никакая степень не может быть представлена как сумма двух таких же степеней, пишет Ферман о полях книги и добавляет. Я нашел этому поистине удивительное доказательство, но поля этой книги слишком узки, чтобы их вместить. Если он хотел потроллить весь мир, то ему это шикарно удалось. Так родилась величайшая математическая загадка человечества, которая была решена в районе рубежа 1994-1995 годов. Первое объявление было летом 1993-го. Это Ферма. Это Эндрю Уайлз. Там было очень много. На самом деле здесь целый список. Если вы возьмете в руку книгу «Математика для гуманитариев», там написано Алексей Саватеев, «Математика для гуманитариев». Но это вранье. У меня там ни одного слова нет. Это мои лекции, которые положили на бумагу, на компьютер. Потом тысячу раз отверстали, вычитывали, искали ошибки. Их было огромное количество. Не бойтесь, на ваш век тоже хватит. Мне присылают там уже где-то 200 отпечаток уже найдено. Постой, как все их вычитали. 10 человек вычитывало, включая меня. Работало очень много народу, но все они оказались настолько скромны, что не пожелали становиться авторами. И поэтому написано, что это моя книга. Хотя на самом деле 10 человек к ней причастны. Ну, это мои лекции, которые потом очень долго обратились. Так вот, в случае с Уайлзом то же самое. Он стоял на плечах гигантов, в том числе и там советской матшколы великой. Очень многих ученых. Там 10 или 15 имен точно, может быть даже сотни имен за ним стояли. Но, тем не менее, последние шаги сделал он. И здесь совершенно не... Это совершенно не двусмысленный подвиг. То есть 8 лет подряд он жил в деревне, полностью, в полном отречении от всех. И занимался великой теремой фирмы. И в конце концов, убил, что он и решил. Потом нашли ошибку. Потом вроде как ее начали исправлять. Осенью 93-го года, когда ее там активно исправляли. Осенью. 3 или 4 октября. У нас шел семинар какой-то на мехмате. Зашел семинарист. А мы все у окна стояли. Смотрели. У нас был наблюдательный пункт. А кто знает, что происходило 3 или 4 октября 1993-го года? Да! О, кто-то историю знает. Да, именно так. И мы все были зрителями этого расстрела. Мы все прилипли к окнам и смотрели. Прямо из МГУ. Шикарно видно совершенно это. И входит, говорит, дурью не майтесь, говорит семинарист. Что такое? Дурью вы маетесь, это сиюминутный какой-то. Завтра все эти имена забудут. Великая терема фирма доказана. Исправили, говорит, ошибки. Мы потом еще очень много раз проверяли. В общем, окончательный текст где-то в 95-м появился. Но сейчас совершенно несомненно, что она решена. Кратко про это. Значит, фирма исключительно красиво решил вот эту задачу. Заодно осталось доказательство вот этого. Мы не знаем, было ли у него доказательство. То есть до сих пор, конечно, оно не было обнаружено. Есть некоторые... Понятно, что мы не можем считать, что доказательство Уалза мог сделать фирма. Потому что там используются сложнейшие математические конструкции. из теории представлений всяких групп, комплексный анализ, эллиптические кривые. Бог знает, что было у него. И все это, естественно, не мог знать фирма. Поэтому если у него было доказательство, оно было элементарным. На этом основании большинство математиков делают вывод, что доказательства у него не было. Более того, есть даже некоторые рассуждения, в книгах оно приводится, которые приписываются фирма и говорится, что вот здесь-то он и ошибся. Но, боже мой, как это можно утверждать? Вы же его не спрашивали, где он ошибся, да? То есть написано, и вот доказательство, которое, скорее всего, имел в виду фирма, и вот здесь в этом доказательстве ошибка. Ну, блин, мне за фирма обидно, честно скажу. То есть я не знаю, было ли у него настоящее доказательство, но честно скажу, что это совершенно не исключено. На самом деле очень странные факты вскрываются даже уже в 21 веке. Придумано невероятное по красоте, абсолютно евклидовское по духу, доказательство рождественской теоремы фирма, вот этой, которую я упомянул, что любое нечётное простое, ну, нечётное, все нечётные, кроме двойки, все простые, нечётные, кроме двойки, но любой простой, дающий остаток один, а не три определения на четыре, представляется в виде суммы двух квадратов. В 2006 году его придумал Александр Васильевич Спивак. Ну, как это вообще возможно? Вот просто, ну, не знаю, ну, я когда доказательство, я его наблюдаю, оно основано на приёме, который, по-моему, придумать нельзя. То есть это, я не знаю, как, ну, это просто какое-то невероятное прозрение или что, как вот до этого можно догадаться? Но он уже его придумал. Это совершенно античный способ рассуждать, который вполне мог тогда кому-то прийти в голову, но вот не пришёл. В 2006 году придумал Александр Васильевич Спивак. Ну, вот также, если честно, я совершенно не удивлюсь, если в каком-нибудь 2115 году какой-нибудь внук, кого-то присутствующего здесь, возьмёт и покажет исключительно витиеватое рассуждение полностью методами того века, которое приводит к великой теории фирма. Вот. Ну, вот, не знаю. Но, что точно осталось от фирма, это доказательство вот этого вот факта. И как он его провёл? Смотрите, какая идея. Во-первых, идея, которую, ну, до этого тоже часто использовали, заменить на более сильное утверждение о том, что вот это уравнение неразрешимо. Вы понимаете, да, почему оно более сильное, логически, да? Любая четвёртая степень является квадратом автоматом, да, квадратом квадрата. Но не любой квадрат является четвёртой степенью, поэтому если мы докажем, что даже и квадрат никакой в виде суммы четвёртых степеней не представляется, то приехали. Тогда уж тем более четвёртая степень. Дальше он делает на основании этих формул скрупулёзный, скрупулёзный анализ делимости. Он пишет там, из этого, если бы это было верно, следовало бы, что а в квадрате равно 2мн, да, потому что здесь четвёртая степень, б в квадрате равно м квадрат минус n квадрат, ну и с там тоже чему-то равно. Здесь снова возникает пифагоровые тройки, снова можно воспользоваться этой формулой. Здесь можно воспользоваться взаимной простотой и вот этим рассуждением про основное следствие с одной тюремой арифметики. Ну и вот там была у нас задача со звёздочкой, но не с двумя. В нашей школе 57-й там были задачи со звёздочкой, с двумя и один раз с тремя. Про один раз с тремя я здесь когда-то рассказывал, про совершенные числа, нечёртые. Ну а то, что было вот с одной звёздочкой, решалось в принципе за некоторое время. Я вполне её решил где-то, может, за полчаса или за час и сдал в школе. То есть эта задача доступна нормальному такому как бы, ну даже в общем не олимпиаднику, а просто, ну просто сильному школьнику, который хорошо разбирается в делимости. Может сегодня вечером решить, кто берётся. Но я объясню, может быть вы вот проведёте весь, как бы вы проведёте весь комплекс рассуждений, но из-за отсутствия там должной вот этой высокой математической культуры не сможете сделать последний шаг. Так вот я давайте его сделаю. Смотрите, после того, как вы долго-долго пользуетесь делимостью, вы приходите к тому, что то же самое уравнение будет верно для меньших по размеру А, Б, С. То есть после долгих хитроприсканий, основанных на основном следствии из основной теории арифметики, формулах Пифагоровых троек и так далее, вы делаете вывод, что если вдруг вот это равенство когда-то реализуется, то оно реализуется для каких-то меньших по величине А, Б, С. Например, для меньшего С с волной, строго меньшего по размеру. То есть если при положительных А, Б, С то верно, то и будет верно при каких-то положительных томах. А вот теперь подумайте об этом. Это противоречие. И вот этот ход, это ход фирма. Это сразу противоречие. Кто произнесет текст, почему? Правильно, потому что я теперь могу весь пласт рассуждений скопировать снова. И у меня новые три числа связаны этим соотношением, но С с двумя волнами еще меньше, чем С с волной. Потом я, соответственно, делаю, как называется, это репит, да, операцию, да, цикл. Повторить. Рекурсия. Но это невозможно. Если у вас натуральные числа, и вы их бесконечно снижаете, оставляя натуральными, это сделать нельзя, потому что натуральное число любое снижается ровно то количество раз, максимально то количество раз, чему оно равно, да? Что такое 10? 10 это 10 раз вычесть единицу. Вы думаете, что такое 10? Начинаете с философии математики, да? 100 раз это 100 раз вычесть единицу, да? Это конкретные числа. Я почему об этом говорю? Потому что мне до сих пор приходят письма. Например, Алексей Владимирович, а вот почему простые близнецы не могут быть, например, верны в семеричной системе исчисления и неверны в десятиричной. Ну, гипотеза простых близнецов. Вы понимаете, да, суть пропасть, да, пропасть, вот насколько человек, да, пишущий это письмо, не понимает математики. Простое число это количество раз, которое не раскладывается в, ну, не делится ни на что, да, не может быть взято какими-то меньшими количествами одинаковыми. Это не зависит от системы исчисления. Но вот это вот как бы, к сожалению, математическая культура настолько просела за последние там 50 лет, что, увы, это вот неочевидно, и человек пишет, пишет, и думает, что что-то умное придумал, да. Вот, то есть, вот здесь как бы 100, 100, это 100 раз вычесть единицу и получить ноль. Вот это С, бесконечное количество раз. Ну, бесконечное, значит, не существует. Все. То есть это доказательство завершено. Один раз вывел, и доказательство завершено. Это доказательство было названо, вот этот метод доказательства был назван метод бесконечного спуска. И он лично принадлежит Пьеру Ферма. До него никогда, судя по всему, им никто не пользовался. И это, конечно, да, это великое достижение Ферма. Но мы вернемся к этим уравнениям. Значит, ничего из остального, больше ни одного элементарного доказательства, ни для одного из n не существует. Все остальные доказательства крайне сложны. Крайне, в том числе вот это, которое у меня есть в лекциях, и которое в общих чертах сделал Эйлер, сильно упростил Эйзенштейн. Это две лекции для группы, состоящей из призеров и победителей Всероссийской Олимпиады по математике. С огромной скоростью воспринимающих материал. Понимаете, да? Это сложнейшая ситуация абсолютно уже. И там, значит, но там действительно решающий ход. Там левая часть раскладывается на множители, но не обычным образом, а более длинным, вот таким. Там появляется некое число, которое является корнем кубическим из единицы, оно комплексное. Это комплексное число участвует в построении некоторой системы чисел, типа целых, но более широкой. В нем исследуется делимость, доказывается основная терема арифметики. Верно, основное следствие из основной теремы арифметики. Вы видите, произведение трех чисел равно кубу. Дальше проводятся некоторые рассуждения. Из этих чисел извлекаются общие делители, остаются взаимопростые. После чего заявляется, что каждый из них куб с точностью до домножения на обратимые. Там еще отдельная сложная работа с обратимыми. Ну и в конце концов мы получаем вариант бесконечного спуска тоже. Ну это как бы, это я говорю, если вам последнюю одну минуту не было и вообще ничего понятно, то это совершенно нормально. Вот, примерно так же, только еще сложнее доказывается для n равно 5. Я попытался в своей жизни разобраться в этом доказательстве один раз и изложил его в Иркутском государственном университете на спецкурсе по теории чисел в 2013 году. Думал, 2-3 лекции хватит после случая n равно 3. Но нет, все равно пришлось 5 лекций, потому что там значительно более сложный весь анализ. Ну и как бы честно, в общем, до конца следил один человек. Потом уехал там в магистратуру одного из наших самых лучших вузов. Ну в общем, там был такой звездный парень, вот он как бы понял до конца. Больше нет. То есть это уже очень сложно все. Но там еще, значит, уперлась в такую ситуацию, что в этих новых системах чисел, начиная с какого-то момента, перестает работать основная теория арифметики. И все. И вот на этом как бы вообще забивается огромный гвоздь в гроб. И ясно, что этими методами уже до конца точно не доведешь. Ну и в общем до момента, когда я родился и понял формулировку, на этот момент основная теория арифметики, ой, великая теория фирма была доказана для всех показателей не превосходящих 100 тысяч, например. А еще спустя несколько лет подняли до 100 миллионов. Но как бы надежды на то, что можно будет изобрести общий метод вот этим путем, все равно не было. То есть тут остановилось, а тут появился Уэллс, сказал, эй, братья, все вообще надо делать не так. Есть такие эллиптические кривые, ты-да-да-да-да-да-да-да. И дальше самая глава номер 7 книги Панчишкин-Манин «Введение в современную теорию чисел». Здесь слово «введение» издевательское. Загляните в нее, чтобы понять, что я имею в виду. То есть на третьей странице непонятно уже не Бельмеса, и это «введение», а их 400 с лишним. И последняя, значит, 7 страниц, предпоследняя глава, 7, это такое очень конспективное, сверхконспективное изложение доказательства Уэллза. Вот. Ну вот это как бы вроде как конец? Да нет, это не конец, это только начало. Потому что, потому что что делают математики? Они обобщают задачи, правда? И поэтому, раз уже доказана Великая теорема Ферма, надо ее обобщить. Надо обобщить. Как же можно обобщить Великую теорему Ферма? Боже мой, как ее обобщить? Ну тут разные варианты. Можно и М, и К, например, взять. Тут есть много вариантов обобщения, но я вам скажу сразу самый-самый терминальный вариант обобщения. Гипотеза А, Б, С. Самая великая, нерешенная проблема сегодняшней теории чисел. Ну, если брать все-таки всю теорию чисел, то с гипотезой Риммана никто не сравнится. Поэтому скажем арифметики, высшие арифметики, вот так. Если взять всю высшую арифметику, все, что пошло от Ферма, Гаусса и Эйлера, как бы развивая эту тему, продолжение теории чисел, то самая великая, самая крутая проблема это гипотеза А, Б, С. Что же это за гипотеза? Гипотеза утверждает, что если А плюс Б равно С, то что-то такое. Ну, вы понимаете степень общности гипотезы, которая утверждает, что что-то верно про любую ситуацию, где А плюс Б равно С? Как она может выглядеть? Как вообще это может быть? Но прежде всего все-таки я хочу оговорить, что это взаимопростые. То есть она не утверждает про ничего, если начали сократить, а потом она будет что-то утверждать. То есть берем любую ситуацию, когда два числа в сумме дают третье и сокращаем до ситуации, когда все три взаимопростые. Тогда они понятны и попарно взаимопростые. Капитан Очевидность говорит опять же в силу того же принципа. Значит, вот если у нас есть попарно взаимопростые А плюс Б равные С, то значит на словах, чтобы вам было немножко проще следить дальше, потому что формулировка у него все-таки не очень школьная, такая как бы на грани школьной и не школьной, чуть-чуть с использованием матанализа. Поэтому, чтобы как бы постепенно подготовить, давайте я скажу грубо. Грубо говоря, в этом случае не может быть, чтобы они все три являлись очень высокими произведениями высоких степеней простых. То есть в разложение на простые множители должно входить хотя бы в одном случае очень большое количество однократных простых. не может быть ситуация вида 11 седьмой на 19 в пятый, на 2 в четвертый, скажем, плюс 3 в 26 на 7 в 12, равно 101 в десятый. Ну и еще давайте, чего тут не хватает моего любимого 13 в кубе. Но вот, грубо говоря, гарантированно я могу сказать, что вот такого точно не будет. Хотя я еще не проверил, да, не поскладывал, там последнюю цифру не поверил. В общем, если я написал три числа, такие, что каждый из них это такой вот серьезной степени у простых, то сумма двух из них уже не будет, третьему равна гарантированно. Вот это есть обобщение. Давайте я сформулирую более четко. Для этого я введу понятие радикал числа. Что такое радикал? Определение. Радикал обозначения рад n числа n, числа n, натурального числа n, большего единицы, строго большего единицы, это произведение всех различных простых делителей n. Ну, радикал единицы считается равным единице для простоты. Как бы произведение пустого множества чисел равно единице. Знаете, такой трюк, да, в логике? Вот, соответственно, радикал единицы считается равным единице, а радикал любого n это произведение всех простых. Ну, давайте, например, вот 2000, какой у нас год идет? Вроде 2024, да? Ну, это хороший год, это 2025, да, минус 1. А зачем я так написал? Нет, 45 квадрат. Круче, круче. это разность квадратов. Следующий год вообще, вы понимаете, да, когда последний раз был квадратный год? Ну, кто тут есть живой, кто жил еще в том году, а? Вот не думаю, но не знаю. Какой предыдущий квадратный год? Теоретически вполне возможно, что есть. 1936. 44 в квадрате. Ну, например, моя двоюродная бабушка, ну, дай бог здоровья, застанет оба. Ей сейчас 101, будет 102 через несколько месяцев, а в следующем году будет 103. Вот она застала, ну, я надеюсь, что застанет оба квадратных года, но, в общем, как бы те, кто застанет оба квадратных года, должны быть 89+. То есть, они, по крайней мере, хотя бы в нулевом возрасте должны быть тогда. Вот. Так вот, это, соответственно, 44 на 46, правда? То есть, 2 в кубе на 11 на 23. Чему равен радикал этого числа? 2 на 11 на 23. То есть, я удаляю вот это вот, что там получилось, 506, да? Я удаляю лишние степени у двойки. Я просто беру все простые, которые входят в разложение, и все. Вот. Там радикал, 100 это 10, например, дважды 5, да? 100 это 2 квадратных, 5 квадратных. Вот. Ну и так далее. В общем, понятно, как это работает, да? Понятно, наверное, так же, что радикал n не превосходит самого n, ну, очевидно, да? И равен ему в случае, если n свободно от квадратов, как говорят, то есть, не делится ни на один квадрат, никакого дурального числа. Но еще мне придется воспользоваться один раз очевидным утверждением, что чему равен вот этот радикал? Самого n, правда? Если я в катую степень возвел, то простые числа как набор не изменились никаким образом. Поэтому радикал n в катую это радикал n. Вот. Ну, а теперь я готов сформулировать гипотезу АБЦ. В ее таком, как бы, немножко жестком формате, в котором она все-таки еще не встречается. Я ее сейчас сформулирую в том виде, в котором она пока не опровергнута, но все-таки ее каноническая формулировка другая. Но зато тот вид, который я сейчас запишу, годится для того, чтобы из нее вывести великую теорему Ферма на ура в одну строчку. Чтобы вы просто понимали, что она является прямым обобщением великой теоремы Ферма. Так вот, звучит она так, вот эта формулировка. Если А плюс Б равно С для взаимно простых, попарно взаимно простых АБЦ, то С меньше, чем радикал АБЦ, возведенный в квадрат. Все. Науке на сегодня неизвестно ни одного контрпримера. То есть, если вы перебираете все взаимно простые А и Б, суммируете их, вычисляете радикал, то есть, выстраняете вот эти степени по простых, возводите в квадрат, то всегда будет оказываться больше, чем вот это вот число С. Давайте посмотрим, как это работает. Например, 1 плюс 8 равно 9. Никто не поспорит? чему равен радикал АБЦ в данном случае? Правильно, потому что у 8 это 2, у 9 это 3 и все. Ну и утверждать, что 9 меньше, чем 6 квадрат, что безусловно верно. Но заметьте, что 9 больше 6. То есть, неравенство С больше радикала АБЦ иногда, иногда, но редко встречается среди взаимно простых троек со свойством А плюс Б равно С. И первый случай, когда она встретилась, это 1 плюс 8 равно 9. Но вот если в квадрат возводить, то вроде как не встречается. По крайней мере, на сегодня не обнаружено. Теперь давайте из этого выведем великую теремофирма, правда? Потерпите еще 10 минут. Смотрите тогда. Ну, 10 минут вы потерпите великую теремофирму, а потом еще что-нибудь потерпите еще немножко. Хорошо? Ну, совсем уже немножко. Я уже подхожу к концу. Значит, итак, пусть у меня АВН плюс БВН равно СВН. Сокращаем на все простые общие множители. Понятно, да? Можно легко сократить. Если 2 числа делятся на П, то третье тоже. Значит, все на ПВН можно сократить. И в конце концов прийти тоже к взаимно-простой тройке. Хорошо, пришли к взаимно-простой и применили к ней вот эту вот теорему. Тогда СВН должно быть меньше, чем радикал АВН-ный, БВН-ный, СВН-ный. И все это в квадрат. Дальше я пользуюсь тем, что АВН-ный, БВН-ный, СВН-ный это просто АВС, возведенное ВН-ную. Чем дальше я воспользуюсь? Вон той. Н можно снять. Радикал нечувствителен, радикал АВС будет таким же. Поэтому это я его возвожу в квадрат. Чем дальше я воспользуюсь? Предыдущей строкой, правда? Радикал числа Н не превосходит самого Н. Значит, это не больше, чем АВС, возведенное в квадрат. Теперь я пользуюсь тем, что если 3 положительных числа удовлетворяют теореме Ферма, вот этой вот, да, уравнению Ферма, то эти 2 меньше, чем это, правда? Значит, это меньше, чем С на С на С, возведенное в квадрат. Что это? Сколько здесь С набралось? С в шестой. То есть, иными словами, С в Н-ный тогда меньше С в шестой, что просто эквивалент, потому что Иоанн меньше 6. Всё, Иоанн меньше 6 было известно 200 лет назад. Доказательство Терема Ферма, Принер равно 3, 4, 5. Ламе, Даламбер, закрыли там вопрос до семьи где-то, или даже чуть позже, в 20-х годах 19 века. А для остальных следует из гипотезы АВС вот в этой жёсткой форме. Но теперь, наверное, нужно поговорить про гипотезу АВС. Чуть-чуть, самую малость. Тем более, 10 минут, я думаю, что я не использовал. Смотрите. Вот эта ситуация встречается. Например, вот так. Есть ещё целый ряд очень красивых тождеств таких. Скажем, по-моему, год, которым мы с вами живём, нет, или следующий год, 2024, 2020, сейчас, 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 или следующий год будет участвовать. Надо, кстати, проверить. Может быть, что и вот это даже тройка АВС. Но вот это я как бы, это я не знаю точно, это надо проверить. это надо проверить. Вот. Но вот это практически наверняка тройка АВС. Тройка АВС называется ситуацией, когда нарушается вот это равенство. Сразу, да, открываю все карты. Тройка АВС это ситуация, когда АС больше радикала. Вот это, по-моему, тройка АВС. Давайте посмотрим, как здесь нам множество и расклад. 45 квадрат, то есть 5 квадрат на 3 в четвертый, правда? Плюс 23 равно чему? Что это? О-о-о! 2 в 11. Ну да, конечно, это тройка АВС. Позьмите произведение. Дважды, трижды 5 это 30, да? 30 на 23 690. 2048 больше 690. Это тройка АВС. То есть, в принципе, они как бы вкраплены в наши натуральные вот эти вот числа, да, время от времени такие ситуации возникают с тройками АВС. Ну и отдельная очень красивая деятельность это поиск всех троек АВС. Поиск всех троек АВС. есть целые бесконечные серии. Скажем, одна из них совсем тривиальна. Вы вот это равенство возводите в квадрат, потом еще раз в квадрат и так далее в любую степень двойки. 2 в катый равно 9 в степени 2 в катый. Если его раскрыть, тут просто один делитель тройкачка и все. Здесь выделяется восьмерка во все больших степенях. Ну, в смысле, ну там на самом деле не восьмерка, двойка во все больших степенях. Третий, четвертый, пятый, шестой. А тут единица всего лишь. То есть, 1 плюс, там, например, 16 на что-то равно 3 в чем-то. И это всегда тройка АВС очень легко доказать. И более того, в ней, в этой тройке С становится все более отличным от радикала. все большее количество раз. Вот это количество раз, в которое С отличается от радикала, растет в бесконечности. С делить на радикал вот в этом семействе и вообще во всех интересных семействах тройка АВС отношение С к радикалу стремится к бесконечности. А вот степень это, как бы, она вот, она не дается. Вот тут вот как бы, если мы будем измерять тройку АВС не этим отношением С к радикалу, который стремится к бесконечности, а довольно естественно логарифмом, простите, школьники, младших классов, значит, вот таким вот логарифмом, вот таким логарифмом измеряют крутость тройки АВС. То есть, в какую степень надо возвести радикал, чтобы получить С, и чем выше эта степень, тем круче эта тройка. Ну и как бы, чем дальше по натуральному ряду, тем видно, как эта степень врастает в единицу даже во всех контрпримерах, которые есть. Ну и, собственно, точная формулировка гипотезы АВС как кода точная формулировка гипотезы АВС. Нерешенный до сих пор доказательства Машизуки 2018 года, ой, 2013 года, которые он опубликовал на тысячу страниц после детального исследования Питера Шольца и его коллеги, не помню, как зовут коллегу, опровергнута. На данный момент, да, но это не помешало Машизуки опубликовать в японском математическом журнале. Бывает. Так сказать, неважно, кто лицензии дает, важно, кто принимает решение о публикации. Но к математике это уже отношение история не имеет. Статья опубликована, но она не верна. Доказательства нашли ошибку, поэтому на данный момент доказательства являются, ну, в общем, его ищут, в эту гипотезу верят, безусловно, все, кто с ней работал хоть сколько-нибудь с тройками АВС. Даже я некоторое время исследовал, как ведут себя тройки АВС. И с очень разной, я довольно долго, летом 2022 года, очень долго читал всякие статьи про тройки АВС, про семейство этих троек, из разных соображений, даже у меня есть маленькая статейка по математике про новое семейство троек АВС. Интересная, конечно, только этому набору лиц, которые вообще интересуются этой темой. есть такой ABC Home телеграм-канал, где несколько сотен тысяч умалишенных жителей Земли следят за тем, какие новые семейства троек АВС появляются. Честно сказать, я не очень понимаю, почему такой интерес, но сам я болен этим вопросом. То есть я отслеживаю новые семейства, смотрю, это очень, это исключительно красивые методы используются, когда строится новое семейство. Совершенно новое, оригинальное. То есть на самом деле каждый, ну вот каждый такой любитель может здесь вполне себе опубликовать какую-нибудь статью в каком-нибудь затрапезном журнале, просто найдя новое семейство троек АВС, придумав какой-нибудь новое. Я, значит, вычитал на основе там как раз уравнения Пели, о котором я вначале говорил. Так вот, итак, точная формулировка гипотезы АВС. Для любого эпсилон больше нуля существует как вы думаете, что? Ну не дельта, нет, не дельта. Дельта это на мотане будет. А у нас будет, существует лишь конечное множество троек АВС, у которых вот этот вот логарифм, хи его называют, хи тройки АВС, хи АВС тройки, вот этот хи больше, чем один плюс эпсилон. Все. Например, чтобы уж совсем для школьников было понятно. Например, утверждение, что ситуация, что С больше, чем радикал АВС в степени 1.001 встретится только конечное количество раз во всем натуральном ряду до бесконечности. То есть только для конечного может быть очень большого. На самом деле троек с нарушением троек АВС очень много даже вот компьютерным перебором, не говоря об этих бесконечных сериях, даже если взять покрытие. Но вот их реально все меньше и меньше. То есть кропления становятся все более редкими, значительно более редкими, чем простые числа. Но тем не менее, вот как бы если эпсилон поставить просто равно нулю, то утверждение будет неверным, что лишь конечное количество троек, просто которых С больше радикала. Нет. А вот если я ставлю, что С больше радикала хотя бы в какой-то, какой-то, какой-то степени превосходящей единицу, все. Ну вот, собственно, прошу любить и жаловать. И, наверное, это все, что мы сегодня с вами обсудим. Спасибо огромное за внимание. Значит, сейчас перейдем к вопросам. Но прежде, конечно, немножко извините с самой рекламы. YouTube.com Маткульт. Привет! Подписывайтесь сюда. Дальше. Родная школа РФ. Это наше движение. Движение в защиту учителя. Я бы так это назвал. Учителя как ну, как бы не конкретного какого-то учителя, да? А учителя как профессии, как всех учителей, кто сейчас работает в России. Вот. Ну, еще много чего в интернете есть на сайте savateyev.xyz savateyev.xyz книги, три книги уже есть, все лежат в интернете. Готовится четвертая, которая называется к юбилею Саватеева заметки путевые там или разные какие-то другие заметки. Не знаю, возможно, она не будет интересной, но издательство Аст решило, что это будет интересно и решило издать. Ну, я сказал, ну, пожалуйста, давайте издадим. И кинул им кучу разных моих... Ну, короче, это транскрибация разных моих интервью. Понятно, да? Просто мне исполнилось 50 лет 13 декабря минувшего года. А 50 лет, как вот отец Максим из Екатеринбурга, который служит в храме на крови, он говорит, Алексей, ты должен каждый день праздновать, каждый день. Во-первых, это увеличит твой вес, наконец, немножко. А во-вторых, 50-летие празднуется каждый день в течение года. Я к нему приехал спустя полтора месяца, а он меня встречал какими-то пирогами, там, тем-сем. Я говорю, ты что, дорогой, это же уже давно отпразднует. Нет, 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 празднуем каждый день. Весь год. Ну, и вот к этому году, значит, издают книгу в издасте АСТ Саватеев 50. Ну, и там всякие мои, значит, ну, общественные мысли. Я не знаю, если честно, сразу скажу, я не знаю, насколько она будет интересна. Но, тем не менее, вот рекламирую. Хорошо, что пополам, знаете, анекдот. Человек просыпается в больнице после аварии. Ну, семь дней лежал в коме там, да, и вдруг просыпается одним глазом, открывает глаза и говорит, хорошо, что пополам. Врачи вокруг, о, все, он все-таки будет жить, наверное, будет жить. А он опять, хорошо, что пополам. Простите, а что вы имеете в виду? У вас все кости целы, все хорошо, вы будете ходить, у вас все цело, все, у вас ничего не пополам. А он подумал и опять говорит, хорошо, что пополам. Что у вас пополам-то? МВ квадрат. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...